Эй, Сига! Какое имя Сига! Дурацкое имя. Нет? Сига же. Так, дайте угадай мне надо вниз. Да пошел, ты знаешь, что? Была, не была. Ох ты, мать твою, как высоко. Вот отсюда, вот отсюда, нормально. Нормально. Стоит у меня. Иди в жопу. Ладно. Ну, наверное, мне хватит столько здоровья. Хардкор бот. Активейтед. Он всегда так входит, такой. Открывай, педла! Да, так тебе и открыли, конечно. Чего лонят? Бани закрытые. Мне нужно встретиться с хозяином. Я знаю, что он здесь. Ну и что с того? Занят он. А чем он занят? Занят? Чем? Он принимает важных гостей. В таком случае, скажи ему, что пришел еще один важный гость. Геральт из Ивии. Я не уйду, пока не увижу его. Ну хорошо, я попробую. Прошу, отдай. Он еще и поржал надо мной. Сигеройен вас ждет. Меня зовут Гопен. Жопен. Встреча проходит в бане. Однако сперва надо бы зайти в раздевалку. Там вы сможете оставить одежду. Пойдем. Ну вот, я только приоделся, так мне сразу говорят снимать одежду. О, подождите, подождите, подождите. Снимать одежду? Гевнух, жопен. Вещички ваши будут в безопасности. Че, издеваетесь? Блин. Я подумал, что она сейчас будет бегать, как... О, господи, как его звали-то. Metal Gear Solid 2. Фак, я забыл. Ну вы поняли. Главный герой Metal Gear Solid 2. Найс. Как дела? Кто ты? Девушка из пассифлоры? Окей, пассивная флора. Охранник. Замечательный охранник. А углюдок младший отрезал ему руку и велел засунуть ему в зад. А потом отосвал тело обратно. С рукой протянутым... А че, мне здесь можно пойти, да? Ну давайте, я здесь пойду. Щас на бабу какую-нибудь прыгну. Блин, не могу, не могу прыгнуть. В чем, в чем смысл сидеть рядом с голыми бабами? Какая разница? С голыми, не с голыми. Ага, не с голыми. Ха-ха. Ааа... Окей. Ладно. Почему-то там ебало написано где-то внизу. Спокойно, тесак. Младший выходит из игры. Мой секретарь все... Реально ведь тесак? Нет у тебя секретаря. А младшего мы уберем, только когда все будут за. Ройвен, твой гость. Ахера ты его отпустил. Я хотел с ним поговорить. Это Геральт из Ривии. Рад снова тебя видеть. А я, сука, один не в курсе. Ты кто еще такой? Ха-ха, я ведьмак. Ха-ха-ха, я все буду так отвечать. Ну что, проблемы с канализацией? Все под контролем. Геральт мой давний знакомый. Правда вот... У вас гости. Кто-то вломился в бане. Несколько людей. Что этот провидец хренов несет? А-а-а! Убейте их! Пожалуйста, не надо! А-а-а! Нормально. Вот это круто. Ее мать, я как знал. Оружие это есть. Найдется. Дай мне топорик. Мне какую-то херню взял. С голой жопой я еще не бил. Ха-ха-ха! Разнообразие. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тринадцатый лейл! Охереть. То есть вот так вот быстро? Какое ментешение? Фак. До свидания! До свидания! Правда, какая-то херня была. Какая-то потасовка. Хорошая работа. Прошу прощения за инцидент. Вот этот чувак, который вдали идет. На кого-то актера похож. Я непременно сделаю из этого выводы. Это люди-ублюдка. Делай пока выводы из этого. Не начинай, особенно при гостях. Он пришел за минуту до нападения. Случайность? Я так не думаю. Пусть он сам все чувствует. Единая Россия 2. Веди там. Эм. Программы всяческие. Я не всех здесь знаю. Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гатпена. Ох, он бы отругал меня за скверной манерой. Франциско Бедлама ты знаешь. Впрочем, кто не слышал об этом меценате и покровителе мелких предпринимателей? Краснолюд это Карл Вореза по прозвищу Тесак. Он больше по части развлечений. Где тут ублюдок? Я ищу ублюдка младшего. Интересно. Чего ты от него хочешь? Поможешь мне кое-кого найти? Ублюдок младший поможет мне кое-кого найти. За всю свою никчемную жизнь ублюдок еще никому не помог. А я его хорошенько попрошу. Слышал, Тесак, если бы ты не называл его мудозвоном, а просто хорошенько попросил, может, он и пришел бы навстречу. Вашу мать, господа. Вас что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить и сделает это рано или поздно. Значит, мы должны убить его первыми. Так что сидите тут и пускайте пузыри под водой. А я пойду, вышлю молодцов по всем точкам ублюдка. Пусть поднимут шухер и выкурят паршивца. А ты, как там тебя? Если хочешь найти ублюдка, приходи ко мне. Так где мне найти ублюдка? Есть мысль, где искать ублюдка младшего. Буду признателен за любую подсказку. Сиди. Давай попробуем. Геральт умеет искать людей, и он не болтлив, что само по себе ценно. В таком случае я вас оставляю. Я зайду завтра. Закончим разговор. Так что, может, оденемся? Неплохая мысль. А потом поговорим. Приватно. Ну то как-то с голыми песенами не очень это... Ну то было, то было. Удобно. Хорошо встретить старого друга, благодаря которому... Я так часто принимаю в ванны. Если благодаря мне ты становишься чище, значит стоило тебе ломать эту ногу. Представляешь, она скверно срослась. Теперь я отмачиваю ее в горячей воде по крайней мере по шесть раз в день. Иначе она гудит, как колокола в бухляре на рассвете. Я без понятия. Это, видимо, что-то из книги. Эх. Неважно. Я сделал это не без причины. Если бы ты не переходил мне дорогу, нога у тебя была бы цела. Понимаю. Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять, то вел бы себя на Таннеди иначе. Например, приказал бы моим людям тебя убить, а не связывать. Слушай, ты, Ровен, точнее, Дикстра, потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы и разные шпионские игры. Я пришел по конкретному делу. Если хочешь меня выслушать, выслушай, а если нет, избавь меня от своих блестящих реплик и просто вышвырни за дверь. Да говори, мне не жалко. Думаешь, Тисак найдет ублюдка? Может, и найдет. Только спалит при этом полгорода, а это нам ни к чему. Не связывайся с ним, действуй сам. Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка, осмотрись. Но только аккуратно. Не вламывайся с полными штанами гнева. Не круши, не убивай. Я не такой. С полными штанами гнева. Это что? Почему ты не хочешь войны с ублюдком-младшим? Почему ты, бедлам, не хотите войны с ублюдком-младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает. Она лишь порождает проблемы, которые затем приходится решать иными средствами. За начинаниями ублюдка кто-то стоит. Я не хочу его убивать, пока не пойму кто. Он знает о твоем прошлом. Надеюсь, он расскажет мне про прошлое, потому что я вообще хз. Они знают о твоем прошлом. Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра, и что ты был главой риданской разведки. Если бы я вместе с тесаком, бедламом и ублюдком построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян, тогда бы мы были партнерами. А то, что нам приходится договариваться, еще не делает из нас партнеров. Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка. Остальные, думаю, догадываются. Мы это не обсуждаем. Окей, что в городе принадлежит ублюдку? Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят? Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр. Он контролирует самое большое казино в городе. Помню иерарх Хемельфард. Проиграл там когда-то перстень с рубином. И такой разразился скандал. Есть еще арена в городских подземельях. Доход состава куда меньше, чем с казино. Зато там всегда нужны охранники. Еще можешь заглянуть в дом ублюдка. Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное. Где казино? Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи. Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего. Так что следи за тем, что говоришь, чтобы не вызывать подозрений. Окей, где на арену? На арену? Арена. Где эта арена? В каналах. Под золотым кварталом. Но вход туда из кварталов бедноты. В обрезках. Ублюдок обожает добрую драку. Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии. Опять по жопе кому-то давать? Где дом? Ты говорила, у ублюдка есть дом в городе. Вполне солидная недвижимость. Сразу за мостом на храмовый остров. Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться. Погнали искать. Я попробую найти, ублюдка младшего в казино или на арене. И, пожалуй, все-таки поговорю с тесаком. Делай, что хочешь, только будь осторожен. Ублюдок ждет ответного удара. В этом я не сомневаюсь. Спасибо за помощь, Дикстра. Ну, иди уже, ведьмак. А, да. Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся. Я отлично знаю эту каналью. Может, что придумаю. Так, может, ты мне сейчас скажешь? От шпиона до преступника. Интересный путь. От шпиона до преступника. Интересный путь. На самом деле, это одно и то же. Работа с информаторами, переговоры, подкупы. Иногда заказные убийства. Старые трюки. Да, но когда-то ты делал все это во имя идеи. А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии. Пора работать на себя. И пока что у меня неплохо получается. Что стало с Лютиком? Слушай, может, ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет к младшему дорогу. То есть? Сидит в окружении гурий, а они кормят его пирожками с соловьиными язычками и поят молодым вином. Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. Слютный. По монеток пусть себе там гниет хоть с Валтурной. Сколько много неизвестных слов! Ты не в ладах с Лютиком? Что? Лютик тебе чем-то насолил? Само собой. А в чем дело? Видишь ли, он тут выдал сонет, где во втором четверостише парные рифмы вместо опоясанных. Окей. Ты понимаешь, что меня как ценителя поэзии это глубоко оскорбляет. Я ему такого не прощу. Я серьезно. Что-то саркастичное немножко. А если серьезно, то у меня нет времени, чтобы переживать за твоего друга бабника. У меня своих бед хватает. А ты мог бы мне помочь. И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике. Выяснил бы, что с ним стало. Че надо? Может, я помогу. В чем дело? Чем говорить, проще показать. Образ стоит тысячи слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь. Если ты разболтаешь про то, что видел, заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Че там, расчлезить кого-то надо, давай. Легко. За деньги-то. Фига себе, конечно, архитектура, место. Спокойно всунул ключик, че-то там повернул. Все пошло. Мне другое бы задание. Банда Нограда? Нет. Черная жемчужина. То есть, мне сюда, вниз. Окей, главное не упасть. Я хз, слушайте, че за квест? Ааа. Я не понимаю, где я? Используй. Йес. Наконец-то, стыкай кнопочку Е, я смог таки сделать. Так, окей. Я не знаю, что за квест мы сейчас тут делаем, но у меня такого нет. Тихо, тут трупов. А че это за трупы? Те трупы, которых мы убивали? Барт. Опять. Барт. Барт, перестань сиюжи минуту. Я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Из-за меня усоединяйся со мной. Оттого, что ты бьёшься, ковая стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше. Грустный. Откуда ты выкопал тролля? Откуда ты вытащил этого тролля? Из зериканий. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, что бы я улыбался? Я абсолютно серьёзен. Барт стерёг горбатых ханей. Там жарко. А сиди забрал Барта. Сиди добрый. И чё такое? Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привёл? Видишь дыру? Мы к ней ещё вернёмся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерёг. Но было бум и нету шамны. Переводим на человеческий. Кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. А чё мне за это будет? Чё сам не займёшься? Почему ты сам этим не займёшься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире. Зачем тебе ещё и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвящённых. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведёшь, я тебя убью и скормлю Барт. Барт, неприятно. Работа такая. Он реально напоминает Барта и Симпсонов. Ладно, я помогу. Хорошо, я тебе помогу. Не вижу энтузиазма. Это всё из-за ведьмачьих мутаций. Нас же лишают эмоций. Иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гопен клялся, что всё было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Грёбаная идиллия. Чё, воры залезли через эту дыру? Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чём ещё спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Аридаании? Что, Барт, на обед? Ну, мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Её не было. А потом бум. И была. Барт хотел увидеть. Но не увидеть, а спать. Потому что... Злые грибы. Он говорит лучше, чем... И больше инфрации даёт, чем любая... Чем любой женский персонаж во всей игре. Бум, что это значит? Бум! Что это значит? Такой вопрос ещё, блин, серьёзно? Хуже тролля. Правда. Кто это писал? Злые грибы. Давайте лучше. Какие ещё злые грибы. Плесень Попса. Её споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов, и тебе конец. Только тролль, может быть, продержится. Барт, тролль. Может быть. Я не тебе говорю, баран. О чём бишь я? Ах, да. Плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей её очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры её как-то обошли. Ты видел их, Барт? Как Барт вышел из дыры смотреть, что Бум вдохнул гриб и заснул, и нету шамны. Клёвая звучка. Ладно, ладно. Не настраивайся. Сейчас он его ещё возьмёт, а вот так, знаете, по голове так погладит. Ну, 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 успокойся, всё нормально. Чё тебе сегодня на обед? Пару камешков? Поясни. Чё там есть? Такое... Большое. Я поясню. Взрыв разнёс стену, отделяющую каналы от сокровищницы. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. А ты тупой, видимо. Я всю жизнь работаю с идиотами. Видно. Ах, я не понимаю, что такое Бум. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против Попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать. Так что эхо шло. Говорю ему, Фонс, перестань. Ты всё-таки в обществе графа. Бывшего, но всё-таки. А потом он блеванул и остался без антидота. Я пытался его вытащить, но услышал это такое бульканье. И что-то вылезло из воды. Я ценю жизни своих людей, но свою ещё больше. Так что бросил я Фонса и рванул к выходу. Сыкун. Ну, естественно, тварь он не разглядел, да? Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет. В каналах полно разной дряни. Там ничего не разглядишь. Ну, что-то ты наверняка заметил. Нет, не заметил. И не провёл предварительного таксономического анализа. Я драпал со всех ног. Хорошо. Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя ещё антидот против Попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бурда, откровенно говоря. Но работает. Прошу. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнёшься, мне от тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Ох, Люптик. Во что ты ввязался? Эй. Эй. Тролль. Давай поговорим. Барт, есть минутка? Минутка? У Барта нет минутки. Есть камни. Хочешь? В смысле я хотел поговорить? В смысле? Где это? Ещё раз. Давай поговорим. Тебя Сиги любит. Сиги любит. Сиги любит что-нибудь подозрительное перед кражей. Перед кражей было что-то подозрительное? Подо. Подо что? Что-нибудь другое. Ты мог что-то увидеть, почуять, услышать. Да. Да. Барт слышал. Такое... Шипение, как у змеи? А что это было за шипение? Как у змеи? Нет. Другое. Не как змея совсем. А как что? Как... Я... Камень. Шипящий камень. Откуда было слышно шипение? Откуда было слышно шипение? Барт... Слышал... Ш... В нужнике. Где? Ну... Где Барту нужно делать кучу? Спасибо. Тут я не пойду, только вот об этом месте мечтал. Ладно. Поговорим о чем-нибудь еще. Хорошо. У Барта есть время. Барту теперь стереть нечего. Наплевать. Спасибо за помощь. Потому что он уже объяснил. Бывай. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Наверное, надо принять, да, зелье? А я-то думал, ведьмачьи эликсиры мерзость. Это у нас че? Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонка, по краям. Остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Куски труб. Какой же был взрыв, если они досюда долетели? Что-то далеко уже ушел. Это что такое? Края трубы выгнуты наружу. Что-то разворотило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Похоже, тут сходятся все сточные трубы из бани. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба, не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Может, тут все смыло? Привет. Кстати, а если я поджигать буду? Нет, здесь ничего. Окей. Грибы-шибальцы. Или шибальцы. Кстати, может быть... Воу. Вот это замечательно. Ферня висит наверху. Такая плоская-плоская. Не закуток, а мне он нужен? Во, вот аметистовый пыль я бы взял. Отвар из водной бабы. Ладно, там по-любому ничего нет. Хотя... Так, есть что? Есть! Тихо, тихо. Тихо, я сказал тихо. Вау, это того стоило. Что это за херня шипит? Я тебе сейчас так пошиплю? Я меч, пожалуй, убирать не буду. Что, дурак, что ли? Стоять. Ты еще кто? Да, я, кстати, посмотрел Дикстра, и это из книжек. Я ничего не забыл. Привет. Действительно. Ну, с этим мечом стало все намного проще. Пойдет. Кстати, пока я не забыл, надо проверить, сколько у меня алкогеста, чтобы не оказаться в... Одиннадцать, окей. Чтобы не оказаться в странном... Я уже близкая. Путана ситуация. Привет. Как дела? Ну, там наверху что-то есть, я уверен. Прям вот стопудово. И... Ладно. Была, не была. Но здесь не может ничего не быть. Я даже не знаю, зачем мне краснобедский спирт. Ну, да, для артечных ресиров и прочего. Но, которые мне не нужно, в принципе, делать больше. Как есть алкогест. Алкогест. Закрыто. Ну, ладно. Сойдет. Не, ни хера толково. Окей. Это прыгнуть, если бы прыгнул по... Парень такой, мол, проходите, сэр. Сэр, проходите. Я всегда рад вас видеть в нашем помещании. Простите, что я не могу вам... Я не знаю, там и шнурки завязать. Золотой. Тут следы заканчиваются. Видимо, лютик погрузил казну на лодку. Угу. Окей. Я так и знал, что мне выше надо будет. Хватит. Я просто был уверен в этом. Выше здесь локации не для чего, да? Или нет? Я слепой, видимо. Хм. Ну, я ни черта не вижу. Ага, вижу. Донышко сосуда покрыто ровными. И оплавлено, возможно, взрывом. Должен быть осколок бомбы. Пахнет как... Масло виверный и... Карамель. Больше я тут ничего не узнаю. Пора возвращаться к дикстре. Черт, у меня антидоз закончился. Интересно, а... Как эта ферня действует? Дышать все тяжелее. Окей. Теперь нет. Я подумал, тут реальники-призраки там решили устроить, что такие звуки. Странно. Тут всего лишь... А, тут всего лишь говно какое-то. Парк не умеет позировать. Не-не-не-не-не-не. Я, пожалуй, не буду трогать. А то еще мало меня приходит. Этот парк придет сказать... Мое мясо. Мое. Такс. Куда я идти-то? А бабу уже выгнали, да? На бабу не посмотреть? Печалька. А, ну да. Тут парочка мужиков изнасиловали, и бабы сразу такие... Да не, все, скучно. Кульминация прошла. Так, куда мне идти-то? Как тебе зайти, бро? Там, там, там был проход? А, вот. Ну, он как, как стена был. А, это же пен. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Закончил. Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал? Нашел фрагменты бомбы. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и... Сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. У меня тоже? У нас, видимо, это... Комеди Клаб какой-то. Ты шутишь, я шучу. Я не шучу. Говорю, как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Вкусил немного в Аксенфуртской академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. Узнал еще что-нибудь о бомбе? Была в трубе. Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте. А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов. И бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз. Застряла у решетки. И как говорит Барт. Большой бум. Дай-ка проверим. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Гопен ведет книгу посетителей. Так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. А ты неплохо поработал. Благодарю за признание. А, твоя знаменитая ирония. Мне так ее не хватало. Неужели? Угу. Как гвоздей в исподнем. Ну ладно. Ты осмотри бассейн и справа, а я возьму те, что слева. Позови меня, если что-то найдешь. Ладно. Так и быть. Ничего интересного. Прям, видимо, чуть-чуть ее. Ну, прыгай. Что-то тут плавает. Масло. Что, воду не спускали, нет? Эм. И что? Я не понял. Я же уже осмотрел. Здесь больше ничего нету. Ага. А, во. Серебряная крышка. Похоже, от цилиндра в стоке. Диэкстра, иди-ка сюда. Есть что-нибудь? Ага. Фрагмент бомбы. КПН. Спускай в воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз, два. Шапен, мне подозрений? Кстати, ты уверен в Габене? У него доступ к габаням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Габена много недостатков. Он напыщенный павлин. Временами ведет себя, как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах, а шпион в людях. Филиппе Эльхард, ты тоже когда-то доверял. Да. Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. Что на дне? Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Габен, кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим. Вертольд Кайнц, городской советник. Йозеф Швейк, генерал. И Марграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Почему нет? Почему нет? Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. А он. Ничего удивительного. Принеслам, окей. Господин Марграф склеил ласты в борделе, одетые в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет. Он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. А ты, Геральт, займись этим. Эй, я представил. Эй, бедные яички. Где-то они сейчас там живут. В одном месте. Интересно, что с ними стало. И там, знаете, тусы, они такие. ФРИДОМ! Так, забейте у меня что-то к странной фантазии. Че начать-то? А, да, кстати, повежливей. Повежливей, пожалуйста. Я тебе не мальчик на побегушках. Прости. Я до того привык командовать, что я не замечаю. О, опять сарказм. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка. Ловчило, которого мы еще мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом.